Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Да, вы будете с нами общаться сегодня. И с нашими радиослушателями, конечно, тоже, потому что телефон прямого эфира 672 12 93 9. Также напомню, что у нас работает видеочат на портале 3wmixnews.lv. В правом верхнем углу открываете окошко, прямая видеотрансляция из студии MixMedia Group, окошко радиоболтком. И там можете наблюдать как нас с нашим гостем, так можете задавать вопросы. Ну что, начнем, наверное. На прошлой неделе выяснилось, что общество «Демократические патриоты» на позапрошлой неделе, да, образованное после раскола партии Гражданский союз, решило исключить из своих рядов депутата Сэйма Карлиса Креслинша. И причина этому интервью на русском языке. Действительно так? Да, спасибо за приглашение быть в эфире. Давненько я здесь не был. Это уже такая редкость. Не хочу гадать, почему. Почему эта редкость? Вы были у нас, кстати, не так давно, я напомню, несколько месяцев назад. Ну, все-таки это давно. Ну, вы знаете, остальных мы не чаще зовем. Спасибо. Значит, насчет господина Креслинча. Я не могу вникнуть совсем детально, кроме того, что было написано в пресс-релизе от нашей организации, но, насколько я так понимаю, и насколько мы внутри так об этом беседовали, так как сегодня только вечером будет у нас заседание правлений, где также наши члены общества могут принимать участие и задавать свои вопросы. Это, наверное, было интервью на русском языке. На языке это, наверное, была последняя, ну, скажем, капля каких-то процессов или каких-то действий или противодействий, наверное, тех договоренностей, которые внутри фракции были сделаны. — Господин Ской, ну, а вот вы тоже с нами говорите на русском языке. Я просто не понимаю, почему это может стать последней каплей? — Нет, видите, разница в том, что я, во-первых, депутат Рижской Думы, и, во-вторых, я не состою ни в какой коллекции, как и наша фракция в Рижской Думе. Господин Креслинч был выбран из списка национальных объединений, и он состоит в фракции. И в фракции у них была такая договоренность, насколько я знаю. — А что здесь такого, по большому счету, говорить на русском, на английском, на французском? — Вы знаете, для меня лично... — У нас же все-таки русский язык не запрещенный язык, а иностранный статус. — Да, если вы меня спрашиваете, то для меня лично не так волнует, что люди говорят в медиах на разных других языках, кроме латышского, как то, что уже зачитали насчет разного информационного пространства, что существуют две разные эти пространства. Вот это самая большая проблема для нас всех. То, что мы говорим на латышском, на русском или на английском, это не проблема. Но та информация или, я не хочу сказать идеология, но та информация или преподносение вещей на каждом языку происходит по своей теме, на своем. И иногда, когда я читаю русскую прессу или смотрю русские Делфи, у меня такое ощущение, что это другое государство. Вот в этом проблема. — Я хотел что-то спросить, вот когда вы все-таки организация, вы достаточно молода, я имею в виду демократический патриот, когда вы приглашаете людей в свои ряды, оцениваете ли вы их биографию? Я почему говорю, так сказать, честь и хвала господину Кресленовичу и его боевому пути, но когда вы приглашаете в организацию под названием «Демократические патриоты», ну достаточно, насколько я знаю, национальная патриотическая организация генерала-преподавателя Академии авиации Министерства обороны Советского Союза, которая в течение 20 лет профессором готовила советских офицеров, а вы на что надеетесь? — Вы знаете, ну в этом случае я могу сказать, слава Богу, я не в правлении общества, и никогда там не стремился бы, потому что у меня есть свои заботы в Рижской думе, во фракции, так как я ее должен руководить, и поэтому я по многим вещам правлений там, скажем, даже не вглубляюсь. Но при этом случае, я думаю, любой человек, несмотря на свою биографию, наверное, имеет право, не знаю, меняться или дать возможность себя показать с другой стороны. При этом случае, тем более, что господин Креслинч, как я смотрел вчера, по-моему, передачу, не помню название, там фрагмент видел, где господин Мамыкин и Лепник сообщались. — Спорная территория там. — Да, то господин Креслинч, вместо того, чтобы, наверное, остаться в России, получить там еще какие-то награды, как там господин Мамыкин говорил, квартиру, дачу Подмосковья и Волгу, все-таки решил вернуться в Латвию. — Получить это все здесь. Логично. — Нет, вернуться решил в Латвию и, наверное, получить то, что он получил. — А правда, что сейчас демократические патриоты хотя-то к единству присоединяются? — Абсолютная глупость, хоть я не говорю от имени правления, но это категорически неприемлемо и невозможно. В таком случае демократические патриоты разваливаются. — Причина тому очень проста. Мы были те, которые были против такого быстрого, непродуманного объединения с Явной Слайкс, чтобы сделать эту партию единства, которую я называю Явной Слайкс номер два. Поэтому это абсолютно невозможно. — Значит ли это, что демократические патриоты в будущем могут как-то создать единую партию, не знаю, СВИС в Латвии, или все-таки вы сохраните свою самостоятельность? — Сама организация как такова, она останется при любых политических ситуациях. То, что касается выборов в самоуправлении, то есть два сценария. Или организуется, если будет организоваться новая партия под названием «Национальное объединение», в которую тогда будут входить, отказываясь от своей политической платформы в ИСУ Латвии ТВЛНК, и уже образовывая одну единую платформу, как «Новая партия», в которую также будут вступать те, кто желают, люди от демократических патриотов. Или, если партия новой не будет, тогда это будет сегодняшнее объединение, в которую вступит организация «Демократические патриоты». Но несмотря на то, что и как политически получится тех кандидатов от «Демократических патриотов», организация сама по себе как существовала, так будет существовать, и как партия она не будет организовываться. — Господин Ской, а если вот вы вдруг попадете в коалицию и от, скажем, в качестве «Национального блока», от «Национального блока» тоже не будете с нами говорить на русском языке? — Я очень надеюсь, что все-таки, так как в САЭМ я не собираюсь в ближайшие, не знаю, 10-20 лет... — А почему? А почему такое неприятие вот именно к САЭМу? — Потому что я более люблю действовать, и в Рыжской думе, по-моему, это место, где именно надо больше действовать, чем, не знаю, рассуждать или глобально решать какие-то большие проблемы. Поэтому я думаю, что такой ситуации не будет, так как все-таки я еще раз хочу сказать, что в Рыжской думе все-таки вопросы надо решать, во-первых, хозяйственные, а парламент пускай уже тогда большую политику делает. — Я хотел вас спросить по поводу Рыжской думы. Вы знаете, что, к примеру, национальное объединение, точнее, первое были это «Вену», ибо «Единство», которое сказали, что надо создать какой-то единый список, который мог бы противостоять, никто это не скрывает, второй силе, большой центр согласия. А вот как вы к этому относитесь? Имеет ли смысл создавать единый список, или нужно идти, как многие говорят, несколькими колоннами, потому что мы знаем, что система избирательная такова, что иногда, идя отдельно, можно собрать больше, чем вместе? — Вы знаете, идея как такова, она очень хороша, прекрасна и красива. Но, как обычно бывает, идея на бумаге или в голове, это одно в реальной жизни совсем по-другому. Так как по многим вопросам лично я абсолютно не согласен с «Вену» от «Ибой», так как по многим вопросам я чувствую еще со стороны «Вену», ибо, как сказать, желание быть всем старшим братом, я ни в коем случае не вижу такой нужды, необходимости и потребности делать один большой список. Тогда это просто, ну, как говорится, снова и снова наращивается большая, скажем так, наверное, политическая номенклатура, так это называется? — Да, да, да. — Да, такой большой монстр, в котором демократии становится и будет становиться все меньше. И в случае, если вдруг что-то такое случится на муниципальные выборы в следующем году, то лично я и я знаю еще многих, кто как бы были бы готовы кандидировать на те выборы и, наверное, бы заслужили и неплохой результат, то просто мы поднимаем руки и из политики уходим. — Даже так? — Ну, а что? Если, как там было, я казаю, на опиенство, на опиенство. — А чем будете заниматься тогда? — Ой, вы знаете, сколько много еще дел, есть чем заняться? — Нет, не знаем. — Очень много. Работы в Латвии полно. — Какой, например? — Много разной. — Ну, будет ли как-то на благо страны работать или на себя? — Ну, а мы только на благо страны. — А как можно вне политики работать на благо страны? — На благо себя это можно тогда билет в одну сторону. Это на благо себя. — У нас есть вопрос. Уважаемый Янис Мартиншской, если вдруг вам удастся сесть в кресло мэра, с чего начнусь свою работу? — Очень хороший вопрос. — Хороший вопрос. Во-первых, в кресло мэра не жажду, не собираюсь и как бы не чувствую еще настолько умен и настолько опытен, чтобы садиться сразу в такое кресло. Но если бы меня спрашиваете, что я нахожусь, скажем, в коалиции, с чего я бы советовал коалиции начинать, это, конечно, все те вопросы, которые сегодня, к сожалению, нынешний мэр не решает, не хочет или не видит решать. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, изменение многих вещей в самой структуре Рижской думы, как, например, разделить исполнительную власть от... — Законодательная, так можно сказать, да. — Чтобы не было ситуации, когда депутат голосует за один или другой вопрос, где, ну, на самом деле, он сидит на второй стороне, во втором кресле, и таким образом. — Вы сказали, что не чувствуете себя достаточно опытным и умным, чтобы сесть в кресло мэра, а вот по вашему мнению сейчас, если оглядываясь, то, что сделал Ушаков за это время, удачен его опыт? — Вы знаете, если сложить или сравнить то, что другие мэры не сделали и сделал нынешний мэр, есть ряда вопросов, которые, конечно, по сути, хороши. — Здесь я хочу сказать и подчеркнуть, что 90, наверное, процентов или 95 процентов тех решений, которые действительно позитивны для города, проголосовали все 60 депутатов. Это не один мэр, это не один центр согласия вопрос проголосовал. Все 60 депутатов проголосовали, позиция — оппозиция. То есть сказать, что оппозиция не поддерживает какие-то логичные и правильные решения, было бы абсолютно неправильно. Если мы говорим о каких-то вопросах, которые на первый взгляд кажутся красивы, любимы, и народ принимает с овациями, тогда есть вторая медаль этих вопросов, о которых мало кто говорит и на самом деле мало кто знает, так как с прессой у нынешнего мэра есть особенные отношения, или, как я уже это назвал, синдром Анны Кононовой, когда пресса просто или говорит хорошо, или вообще не говорит о поступках мэра и центра согласия. То есть если посмотреть на пару таких вопросов, то мы начинаем понимать, за какой счет и сколько вообще это будет стоить попозже. То есть можно сегодня делать, праздновать большое день рождения, не знаю, салюты, торты, выпивка, все остальное, а потом семье, может быть, надо сидеть и голодать, не знаю, 2-3 месяца, потому что все деньги уже растрачены на этом балу. И есть, конечно, те вопросы, которые просто не решаются, и те вопросы, это конкретно касается моей любимой темы, при их сатексме, их просто не решают, их просто не видят, и тогда я всегда задаю вопрос, в чьих интересах? Нет, я не думаю, что там наблюдатели, или зная о том, что происходят непрофессионалы, или просто глухие, или слепые, значит, понятно, что это есть какие-то финансовые интересы для конкретной политической партии, центра согласия. Нам пора сейчас уходить на новости, мы через несколько минут вернемся и продолжим. Я напомню, что у нас сегодня у гостя в Депутатрической Думе Янис Мартынческую. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. ГОСТЬ В СТУДИЯ Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. ГОСТЬ В СТУДИЯ Депутатрической Думы Янис Мартынческой у нас сегодня в гостях. Телефон прямого эфира 672-12-93-9. Звоните нам, пожалуйста, в студию и пишите нам в нашем видеочайце на портале 3wmixnews.lv. Есть у нас вопрос от нашего радиослушателя по имени, под ником Ларсон. Скажите, с какой целью были приглашены Новодворская и Боровой? Достигнуто ли желаемое? Спасибо за вопрос. Да, желаемое достигнуто. Цель была очень проста, чтобы та информация или, наверное, те многие политики, в основном со стороны Центра Согласия, у которых есть и хорошее отношение с российским посольством, что, наверное, неплохо, но и, как мы знаем, есть у Центра Согласия, по-моему, договор с партией Путина. Мы желали пригласить людей, чтобы они сказали свое видение или свое ощущение с той стороны, что называется Россия, так как они там, они больше всего чувствуют, знают и видят и понимают, как там дела происходят. И, конечно, нам также было бы интересно их мнение по, скажем так, интересам России на территориях бывшего Советского Союза. Или, по-другому говоря, как Россия и какими методами желает сохранить свой интерес на пространстве бывшей Советской Союзной. — Это желают? — Конечно, безусловно, желают. Это мы видели в Эстонии при бронзовой мальчике, да, когда... — Да, бронзовый солдат. — Да, солдат, я извиняюсь. Когда уже доказано, что организованы все намеры. — Беспорядки. — Беспорядки были со стороны России, во-первых. И я думаю, здесь в Латвии много что мы видим, чувствуем. Но самый последний пример — это активное действие господина Вишнякова 9 мая и раздача тех многих флагов Российской Федерации. Мне немножко странно, что флаги Российской Федерации в таком количестве делали у памятника Задвиной Освободителя, наверное, называется. — Раздавали флаги? — Раздавали флаги, и мы видели очень многие флаги... Ну, я не знаю, я его за руку не поймал, что он раздавал флаг. — А была бы сенсация сейчас, если бы рассказали. — Да, да. Но я думаю, это мне кажется чуть странным и понятно, что это не без акцепта или соучастия российского посольства. — А это такую угрозу вообще латвийскому обществу приносит, и вообще Латвии в целом, если кто-то кому-то флаги России раздавал? Мне просто кажется, что иногда это немножко преувеличено. Слухи о том, что Россия якобы пытается захватить или усилить свое влияние. — Вы знаете, вопрос, угроза или нет, отвечу очень просто «да». Потому что здесь происходит, скажем так, когда уже новое поколение готово радоваться, я не знаю, петь, отдыхать, или вообще готовиться уже жить под другим флагом. — Кто готовится? — Вот именно то, что вот эти российские флаги, вот это как бы я лично считаю, что это неправильно, и это угроза. Потому что это же самое, если я не был бы рад, если таким образом бы раздавались флаги Америки. Здесь Латвия, здесь почему нету латвийского флага, почему российские флаги? — Я думаю, что все-таки немножечко, вот опять-таки, здесь влияет то, что у нас, наверное, два каких-то информационных пространства действительно в Латвии. Я думаю, что это немножко преувеличено. То, что молодое поколение или новое поколение как-то пытаются сейчас жить под чужими флагами. Вот я, например, могу относиться к молодому поколению? Ну, я думаю, пока да, скажем так. — Я думаю, я тоже. — Да, но я абсолютно не хочу жить под флагом России, точно так же, как и большинство моих краевников. — Ну, здесь я думаю, что где-то нужно смотреть чуть еще иначе. Нужно учитывать, что в Латвии поменьше имели 30 или 40 тысяч официальных граждан Российской Федерации. И поскольку политика Латвии способствует тому, чтобы люди принимали российское гражданство, я, к примеру, с удивлением узнал, просто никогда эта тема не интересовалась. Один знакомый мне сказал, что целый ряд его знакомых родственников предпенсионного возраста, поняв, что до пенсии они просто в Латвии не доживут, взяли сейчас российское гражданство и будут получать пенсию по российскому законодательству, потому что, как мы знаем, там на пенсию уходят раньше. — Но это уже не молодое поколение. — Нет, это не граждане, да. То есть, а к чему вы говорите? Что, к сожалению, отчасти латвийская политика на протяжении 20 лет как-то стимулировала людей брать российское гражданство. Вот, мне кажется, о чем нужно задуматься. Это одна из проблем. — Давайте примем звонок. Нам звонят в студию. Здравствуйте, доброе утро. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня такой маленький, короткий вопрос. Вот, когда новая волна проходит, да, происходит, вот наши уже тут довольно извинились, как говорится, перед крутым, грубо говоря, на коленке уже стали, да, что только волна происходила. А вот гость ваш не хочет так, нет такого предложения, например, тогда запретить русские флаги? Или тогда, когда деньги приходят с России, тогда лучше помолчать? Спасибо. — Я не замечала российских флагов на мероприятии под названием «Новая волна». Ну, «Новая волна», конечно, для экономики Юрмалы, она хороша и прекрасна. Для меня лично, если вы спрашиваете, тогда мне этот фестиваль, музыка и вся эта приватная тусовка не интересует. А если кто-то желает здесь отпраздновать свой какой-то маленький фестивальчик, приезжает, сделал, продал билетики, уехал, это хорошо. Если это происходит в массовом виде, и я очень извиняюсь, сегодняшняя ситуация 9 мая четко показывает, что это на самом деле праздник «Баранника Ушакова» и «Вишнякова» под российскими флагами. С другой стороны, это просто один базар, балаган, где сплошная коммерция, и мне кажется, сами ветераны уже чувствуют там себя неудобно. — Где там базар, балаган? — Я думаю, да, абсолютно, потому что то, что там происходило, все эти шашлыки, торговля разными другими мелкими вещами, ну, это мне трудно склеить как-то с памятью солдат или военных, тем более, когда мы знаем, что организатор всего этого, организация 9 мая точка ЛВ, по-моему, которой руководит «Баранник», и по переписке, уже опубликованной между, по-моему, там Ушаков, «Баранник», еще кто-то был, понятно, что эти деньги потом 9 мая точка ЛВ отдает партии Центр Согласия. Ну, это мне как-то не склеивается с памятью... — Вы, кстати, ходили 9 мая, ну, посмотреть, что там происходит возле памятника? — Нет, не был, так как были другие дела, я уже не помню, что... — А в прошлом году? — В прошлом году я, по-моему, мимо проезжал, да. — Ну, хоть раз ходили туда посмотреть, что там происходит? Я к чему? Просто вот, допустим, та же Ивета Кажека, политолог, да, совершенно случайно ее наш корреспондент там встретил, она пришла посмотреть, что там происходит, да, она говорит, да, мне там многие говорили, и в том же Твиттере ей писали, что, мол, не ходи, там очень много агрессии, очень нехорошо, и вдруг там тебя поймают, еще и побьют, не дай бог, да. Но ничего страшного, она там не увидела, говорит, я увидела, что не так уж сильно отличаются русские от алтышей, да, поют песни, ничего советского, там и тяги к советскому тоже нет. Ну, собрались люди, празднуют рады. Это символика советская, хотя и запрещена, но все-таки по тем фотографиям, что уже опубликовано в одних или других порталах или в телевидении, видно, что советская символика там есть. То есть я, еще раз подчеркиваю, я абсолютно не могу склеить вот такого вида балаган с почтением, памятью, там, не знаю, военных. Ну, с Патинской, ну вы же не были там, почему вы говорите, что там балаган? Потому что эта информация и фотографии из того, что люди, во-первых, сами фотографировали, публиковали уже в интернете, это то, что уже в телевидении, в репортажах, я исхожу из этого. Ну, вы же знаете, что люди тоже могут фотографировать все, что угодно, скажем, выборочно. Нет, ну, а давай предположим, допустим, сейчас не будем действительно спорить, кто что увидел, каждый увидел то, что хотел, или то, что попали в фотографии. Вот, ну, даже если предположим, что там был балаган, и что? Я, честно говоря, никак не могу понять, даже если там были балаганы и российские флаги. Ну, я, честно говоря, не знаю, может быть, я более спокойный человек, но я тут не вижу никакой трагедии, скажем, до латвийского государства. Не, ради Бога, 9 мая не мой праздник, никогда он не был и не будет. Во-первых, во-вторых, 9 мая это не праздник латвийского государства. Латвийское государство не может праздновать 9 мая, так как в то время, когда кончилась Вторая мировая война, латвийское государство не существовало, оно было уже оккупировано. Поэтому для меня, ради Бога, хоть извращайтесь, если это ваш вид, как почтить ветеранов, ради Бога. Для меня неприятно, что это происходит в этом городе в таком массовом виде, под флагами чужого государства. Государство, которое, на мой взгляд, на сегодняшний день абсолютно нелояльно, я извиняюсь, то, что нелояльно, неблагосклонно к Латвии, которое и имеет свои интересы, держать в сфере своих влияний и интересов это государство. Вот и все. Это мое личное мнение, и как бы я принимаю ваше мнение, господин Набик, и такой факт. Произвращаться-то, конечно, вы хорошо сказали. Давайте примем звонки. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос к гостю студии. А что сделало латвийское государство для русскоязычных за последние 20 лет, чтобы мы забыли про 9 мая, чтобы мы забыли про российские флаги? Хороший вопрос. Это действительно глубокая проблема о том, что было сделано в сфере консолидации и сплочения общества, поскольку вы не являетесь представителем правительства, поэтому у вас, как говорится, тут руки развязаны. Да, ну, мое мнение, конечно, 20 лет назад все, наверное, надо было делать по-другому, нежели как это получилось, сделалось. То есть, может быть, я не знаю, я только могу гадать, может быть, надо было сделать вариант, как, по-моему, в Литве, когда тогда дали, наверное, всем гражданство, кроме там, наверное, самим большим радикалам. Может быть, как-то эта ситуация была бы по-другому. Я не знаю и не помню, сколько тогда были литовцы в Литве, сколько не литовцы, сколько в Латвии были латыши и не латыши, и не знаю эти пропорции. Может быть, тогда, поэтому принимали такое решение, не давать всем гражданство. Конечно, вопрос сегодня стоит о том, что и почему до сих пор такое, например, для меня неприемлемое происходит в Риге. И этот вопрос, конечно, я задаю, ну, сам себе, чтобы, наверное, думать и философствовать. И, конечно, могу также прямо задать вопрос всем тем правящим партиям, которые были у власти эти годы. У меня отец русский, у меня, по-моему, бабушка, дедушка тоже были на войне. Но я как-то, ну, не чувствую себя в той стороне. Я как-то не чувствую себя, чтобы под российским флагом идти к памятнику. Если желаю, я могу сходить на кладбище. Президент, кстати, поздравил ветеранов 9 мая. Как вот вам такой шаг? Я думаю, что шаг, наверное, правильный, так как, если мы посмотрим, сколько вообще ветеранов осталось, а сколько участвуют в этом балагане у памятника, то разница, конечно, очень большая. И ветераны, наверное, те, которые сами лично, как бы, воевали. Ну, вопрос, с какой идеологией и что у них было в мысли, или это потому, что в армию убрали всех и надо было воевать. То же самое, как и с легионом. Или уже там добровольно и с большим желанием, это уже каждое личное дело. Я знаю, что вы подготовились к вопросу о легионерах, очевидно, в детском саду. Вы нам сказали здесь во время перерыва. Нет? Было такое? Об этом речь? Я имею в виду то, что в детском саду им это парадные, ну, показывали, во всяком случае, приходили люди в форме легионеров в АФНСС и показывали детям оружие. Может быть, есть у вас по этому поводу мнение? Сейчас его очень ругают, говорят, что это нехорошо. Да, ну, именно на этот вопрос я не готовился. Я, как бы, вообще о легионе, о легионе, как бы, посмотрел, почитал. Ну, во-первых, начнем с того, что было плохо и что было неправильно. То, что была демонстрация оружия детям или то, что была форма легионеров. Или и то, и другое. Это, как бы, первый вопрос по разделению. Если мы говорим о демонстрации оружия в детском саду, так как у меня дочка, то я, наверное, не был бы рад, или я бы сделал замечание руководству детского сада, что тогда надо было как-то разделить группы. Если у меня был бы сын... То есть девочкам не надо показывать оружие? Я думаю, девочкам надо вкладывать с раннего детства, наверное, уже что-то, что более касается, как это сказать, ну, материнства и, ну, как-то, ну, то, что женщина себя представляет. Мужчины всегда были бойцы, мужчины были те, которые защищали семью, родину. И, наверное, если информация или, скажем так, устная информация о том, что такое оружие и насколько оружие может быть и опасно, и потребно, наверное, с такой точки зрения какую-то лекцию можно было бы и мальчишкам прочитать. Так как, например, когда своего маленького ребенка отдаешь в школу восточных единоборствах, там начинают обучать всему. Начиная, конечно, о том, что такое оружие и как оно действует. Я владею больше, чем 10 разными оружиями, и это меня никогда не двинуло на то, чтобы, не знаю, использовать это оружие против других. Если начинать дисциплину и всю эту философскую сторону, тогда это правильно. Если просто притащить пулемет и показывать мальчишкам, ну... А если в форме легионера? Я с удовольствием бы видел в детском саду, так как у нас растет новое поколение, видел бы форму латвийской армии. Наконец-то. Это было бы правильно, патриотически, чтобы молодой человек получил информацию о том, что такое оружие, насколько оно может быть полезно или убийственно. И вот эта форма, вот это символ латвийской армии, который как бы в будущем, когда ты повырослеешь, ты сможешь вступить, и ты будущий офицер. Вопрос легионерской формы. Опять же, конечно, та сторона или медиа, или, конечно, то, что мы знаем, по-моему, уже российские медиа, уже взорвались по этому вопросу, что сразу, если легионерская форма, значит, это нацисты, фашисты. Еще раз хочу уточнить и сказать, что Нюрнбергский трибунал в 46-м году, 1-го октября, и это даже написано в таком документе, как в издании Нюрнбергский процесс 61-го года, том 7-й, 427-я страница издательства в Москве, что легион был в составе СС, но не в составе армии, чтобы немецкая армия могла формально соблюдать ГАКскую конвенцию 7-го года, что оккупационные войска или люди из оккупационной страны не могут участвовать в армии. Да, были ССовцы и латыши, и очень много русских, и очень много евреев, которые исполняли карательные свои задания, но в Нюрнберге в процессе ясно было сказано, что легионы, латышские СС, не исполняли карательные акции, и поэтому не являются нозея дзиньеки. Да, но я хотел все-таки уточнить два момента, очень важные. Вы же видеокадры видели из этого детского сада, нет? Видел. Да, но я думаю, что вы в курсе, что они показывали оружие двух-четырехлетним детям, которые даже говорить еще не могут. О каком патриотическом воспитании вы тут говорите? Это раз. Во-вторых, что касается легионеров в Афан-СС, действительно, у нас сейчас нет времени обсуждать легионы и его роль, но я, честно говоря, не понимаю, зачем к двухлетним детям приходить в форме, где два знака СС. Кому они будут объяснять про Нюренбергский процесс? Детям, которые вообще ничего не понимают еще? Может быть, младенцам еще прийти в форме в Афан-СС с гранатой? Это вообще люди психически нормальные или нет? Вы мне ответите. То, что я вот ответил, я бы с удовольствием хотел бы видеть там человека в форме латвийской армии, чтобы таким образом патриотически воспитать будущих защитников Латвийской республики. Да, и последний вопрос. Вот на ваш взгляд, мы сейчас, не касаясь, никто не обвиняет в преступлениях тех, кого призывали действительно в легион, в Афан-СС. Просто хотел уточнение спросить. Как вы думаете, вот эти солдаты, которые воевали в легионе, они кому помогали в этой войне? Они, может быть, помогали антигитлерской коалиции, Соединенным Штатам, Великобритании? Кому они помогали в этой войне? Или Гитлеру? Вольно или невольно? Они кому помогали? Я думаю, те, которые вступили невольно, они вообще никому не хотели помогать. Те, кто вступили вольно, я думаю, однозначно они боролись против тех оккупантов или той оккупационной армии, которая перед немцами оккупировала эту страну. Это абсолютно понятно и логично. Если к тебе приходит насильник, то ты ждешь помощи. Приходит кто-то другой, помогает избавиться от насильника. Ты рад ему до той поры, пока он не начинает насиловать тебя. И тогда уже, тогда уже или ты выбираешь быть на стороне одного насильника или другого насильника, или ты выбираешь просто бороться против обоих. Для меня Гитлер, Сталин – это одно и то же, только размер усов разный. Вот и все. А у нас есть вот здесь сообщение от радиослушателей. На этом мы, наверное, и закончим. По поводу 9 мая. Что 9 мая – это не траурный день, а праздник. И говорить о том, что на празднике не может быть шашлыков и каких-то палаток, наверное, нельзя. Ну, доля логики действительно есть. Люди отмечали, люди там некоторые проводили целый день, покушать им тоже нужно было. Господин Ской, вы приходите к нам еще, пожалуйста. Очень интересно был, по-моему, эфир. Господин Ской, вы, пожалуйста, приглашайте. Я готов говорить на русском, на английском, на латышском, на по-русском, на китайском. Нам хватит вот первого варианта на русском языке. Нет, на китайском нет. Там у меня особенные отношения. Какие у вас отношения? Там у меня очень воинственные отношения. Подписана бумага какая-то, что нельзя на китайском говорить? Нет, там у меня другие проблемы, так как я приглашаю в следующем году. Давай Ламу. Давай Ламу будет в Латвии. Угадал. Да, Ричард Ге тоже приедет, только что с ним встречался в Канаде, премьер-министр Тибета. И, конечно, Китаю это не нравится. Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был депутат Рижской Думы Янис Мартыншской, но мы сейчас к прогнозу погоды переходим. Спасибо. Спасибо.